Группа Орда отмечает 18-летие. Это сейчас участники серьезные артисты и продюсеры. А в начале 2000-х это были революционеры казахстанского шоу-бизнеса. Впрочем, сперва удивляли они, а теперь их подопечные. Орда как группировка начала свою карьеру в театре, где представляли танцевальные и музыкальные перформансы. После парни решились заявить о себе громче, выпустив дебютное видео Кешмены. Трек полгода держался лидером местных чартов. Бойс-бенд без поддержки продюсеров стал у всех на слуху. Орда еще и не боялась экспериментов. Они пели в стиле поп, фолк, рок и хип-хоп. Разбавляли видео танцами и одними из первых начали дерзить образами. Вот, например, кадр из презентации клипа. Поцелуй, наверное, настоящий. С языком это настоящий? Критики очень много было, что это не казахская музыка, это не присуще казахам. Приглашали редко на концерты. С угрозой где-то, когда видели там траки, приходилось защищаться. Иногда защищаться приходилось прямо во время интервью. Насколько мы знаем, да, кейпу... Ничего не напоминает. По словам Избулата Бедельхана, кью-поп это как раз то, что когда-то делала Орда. Сегодня каждый участник самостоятельная личность. Братья Бедельхан стали музыкальными продюсерами. Достану Разбеков тоже промышляет этим, но больше делает ставку на сольную карьеру и кино. Нурлан Алынбеков также в творчестве. Он живет в Бишкеке, у себя дома. У него своя команда, лайв-бэнд, это Мюзик Олджи называется. Штейми и Жамблот у нас немножко в бизнес ушли. В какой-то период они как раз занимались всеми организаторскими и директорами были группы Орда. Тем не менее, группа существует и пока Орда официально не заявит о распаде, так и будет. О юбилейном концерте они, конечно же, думают, но пока боятся обнадеживать. Однако новинки ожидать стоит.